Привет! Многие люди не верят, что в наше время можно найти клад и думают, что все подобные ролики просто банальная постановка. А давайте посмотрим, похоже ли это на правду. Итак, поисковик Максим с другом Олег копали в лесах Чехасской области. Поймали еле слышный глубокий сигнал, как потом оказалось, сигнал был больше штыка лопаты. А прибор у нашего героя АК-40 Спро. Копнул раз, сигнал стал лучше. Ну а потом, как во снах многих поисковиков, с ямки начали появляться на свет после не одной сотни лет в мокрой холодной земле большие серебряные монеты. Да, вы правильно поняли, это были рубли Екатерины, Петра, Елизаветы и Анны Иоанновны. В общей сложности 9 шикарных монитосин. Тут про одну мечтаешь, а парням фортануло найти сразу 9. Что это было? Да, скорее всего, кошелек. Да, такая кучка монет стоит примерно 6 тысяч долларов. Вот две монетки именно из этого кошелька человек поставил продавать на аукцион Виолики. Смотрите, какие красавцы. Стартовую цену поставил примерно 1 900 долларов. Ну, наверное, за такие деньги он готов был их отдать. А люди набросали еще больше, больше двух тысяч. Вот что значит продавать на аукционе, где конкуренция и азарт. Да, кому интересно, что за сколько продают и покупают, ссылочку на аукцион Виолики оставлю под видео. Копай еще, копай еще, копай еще, копай еще, там еще есть. Вот такой он был первый клад Максима. Но был и второй. Смотрите, какая красота. Этот клад наш герой поднял в Житомирской области. На берегу высохшего русла. Сигнал был хороший, цветной. Копнул пару раз и увидел кучу монет в перемешку с песком. И были остатки горшка, которые Максим не выбросил, как вы уже поняли, а забрал и позже склеил. И главное, обратите внимание, какой интересный этот горшочек. А монетки-то какие, песочный кладовой сохран. Эх, звучит как песня для ушей. Ну, кто копает, тот меня понимает. Да, но что же нашел наш герой? А это был горшочек и 97 полтораков правления Сигизмунда Вазы Третьего. Если вдруг кто-то забыл, то это король Польши в 1610-х годах. Напомню, глубина клада была чуток больше штыка лопаты. Сигнал был хороший и цветной, копаемый. Как вы уже поняли, монетки очень хорошо почистились. И так звенят. Эх. Да, если заморочиться и продавать по одной, и там нет никаких рариков, то цена, я думаю, будет всей кучей где-то 300-500 долларов, если вам повезет. Все зависит от сохрана, ну и везения. Но у Максима был и третий клад, да и много чего интересного. А как это было по-настоящему, можете посмотреть по ссылочке снизу. Канал называется «Заметки кладоискателей». А вдруг кто-то хочет услышать настоящие эмоции человека, который находит рубли Екатерины, Петра? Я это покажу на своем лайв-канале. Чуть-то попозже. Только беременным, слабонервным и детям лучше на такое не смотреть. Хе-хе. Бывает и так, что одна вот такая вот находка может стоить дороже, чем клад недорогих монет. Знаете, что удалось найти поисковику? А это булава. Оружие такой периода Киевской Руси. Надевалась эта штука на палку, вот где-то так, и лупили ей по голове вражину. Вот только заметьте, такие находки чистить нельзя. Помыли водичкой и все, чтобы потянули повредить. А вот такая вот находка парней из Великобритании не имеет никакого отношения к кладам. Но интересно же. Они забрались на завод фирмы MG. Смотрите, какой порядок на кухне. Даже масло от картошки фри осталось. Почти свежее. У нас точно на таком еще готовят. Да, заметьте, завод еще не отключили от электричества. Хотя на момент съемки в нем уже не было людей больше года. Смотрите, сколько коробок. А что там внутри, парни нам, увы, не показали. Вот я точно бы посмотрел. А вы? Был даже целый склад новой резины на дисках. И много чего интересного. Но главное, это автомобили. Новые, нульсовые машины. Просто так стоят и никому не надо. Сложно поверить, правда? И заметьте, что в 1970 году на этом заводе работало 25 тысяч сотрудников. За все время существования завод много раз покупали известные фирмы. Land Rover, BMW, Ford и другие. В 2005 году даже велись переговоры с китайцами о покупке завода. Но что-то не срослось. До 2016 завод собирал небольшими парками модели MG-6 и MG-3. Но они, увы, не пользовались популярностью. И в конце концов завод умер. Но ходят слухи, что упадок завода начался после вступления Великобритании в ЕС. А вот другие источники говорят, что просто не те и не так руководили. Ну как бы там не было, а место мега интересное. Вот только честно. Вы бы хотели походить по такому месту или нет? Я да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!